В текущем году в рамках окружной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Лабытнангах запланирован ремонт 11 домов общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, в которых проживает более 500 человек. На сегодняшний день ни на одном из этих домов запланированные работы в полном объеме пока не выполнены. Подробности у Игоря Борисова. Стоимость запланированных работ по проведению капитального ремонта жилых домов превышает 27 миллионов рублей. Почти 23 миллиона – это деньги окружного бюджета, которые необходимо будет вернуть в случае невыполнения этих работ. Работы разные. Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасадов, кровель и в одном случае даже с военного основания дома. 7 домов из 11, то есть больше половины, находятся под управлением Ямалстройсервиса. К этой компании вопросов меньше. Из 7 домов они уже на 5 в стадии окончания работ, движения. Полагаем, что либо до конца месяца, либо в начале ноября они закончат эти работы. Остается два дома у них. Я полагаю, что они, скорее всего, все-таки тоже их успеют сделать до окончательного срока, это конец ноября. Сложнее ситуация в Арго, хотя капремонт надо провести только в одном доме, находящемся под их управлением. Там они приступили к ремонту. Ремонт непростой. Это ремонт свайного основания дома. Он очень тяжелый, сложный ремонт. Тем не менее, они пока не приступили в полную силу к этому ремонту. Они начали только начальные работы подготовительного характера. Из трех домов строинвесткомпании в одном работы по ремонту кровли близки к завершению, на другом находятся в начальной стадии, а в третьем не начинались вовсе. Словом, пока ситуация выглядит так, что завершение капремонта в этом году для некоторых домов остается под вопросом. Не хочется. У нас был, по-жему, печальный опыт, когда деньги вернулись в округ. Несколько домов у нас не прошли капитальный ремонт. Напомним, что по итогам прошлого года за невыполнение программ капитального ремонта город был вынужден вернуть в округу более 6 миллионов рублей. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное». Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное»